мы наверное пойдем сейчас в другой маркет потому что на кассах тоже куча народу вообще здесь очень сложно купить курицу охлажденную в основном все замороженное и я уже какой какой день не могу вообще никакой день а какой месяц или неделю не могу купить вообще охлажденное филе поэтому может нам повезет в агрофабе найти когда дождь всегда много народу почему-то в этих маркетах сетусу и и и и и в грузии отменили масочный режим внутри помещений исключением являются только больницы и аптеки а и транспорт медик медицинские учреждения и транспорт сейчас в карьфур зашли все без масок но как-то мы привыкли в маске что-то как-то уже неудобно без маски ходить сервина от кори фура повернули вышли повернули налево в сторону гумбати идем и по багратионе сейчас повернем и пойдем в агрохаб тоже маркет большой просто курицы есть до целиком курицы есть но я не хочу курицу я хочу просто филеи ладно это не самая большая проблема вот видите стройка идет тротуара метод 9 непонятно там тоже перекрыли видите там ремонт идет людям приходит здесь кидать еще и фуры стоят идем вот так пока построят ходишь по стройкам каким-то видите здесь у нас сейчас ремонт аллеи героев тротуаров по-прежнему здесь нигде нету ну да с той стороны стадиона наверно только и все здесь здесь опять идем вот так по бордюрам но если бы там не было сейчас ремонта мы бы что посередине скорее всего там все с ремонтом эти машины люди прямо идем на тротуаров нету к сожалению здесь еще короче какой-то сплошной ремонт дорог еще в багроте они разручены где людям ходить непонятно машины конечно вообще наглые такие эти водители у них как будто пешехода не существует просто носятся так что видите вот так вот здесь райончик не очень пока что не знаю когда они тут что-то доделают ходить вообще тяжело только ездить ходить одно испытание я не люблю по таким дорогам ходить я всю жизнь по ним ходила своей деревне у меня аллергия на эти бездорожье просто ну нам надо вообще на ту сторону потому что агрохаб на той стороне но я не знаю тут переходов вообще нет нигде сейчас посмотрим что тут есть вспомним нашу родную деревню вот идем приехали вот кто-то любит окраины но это не сильно окраина это же багратионе ремонт просто он уже давно здесь как я поняла в этом году точно начался позапрошлом году я тут такого не помню в общем мы прорвались на тротуар с той стороны на эту то благополучно идем прямо в агрохаб видите какое все зеленое красивое зелень такая яркая прям шикарная весна ну сейчас везде все-таки летет не только здесь здесь просто круглогодичная зелень но сейчас особенно мы уже пришли в агрохаб да он здесь недалеко то есть если удобно было бы нам идти с карри фура он прям рядом вот мы уже идем сюда у нас прекрасный великолепный агрохаб и бананы тут тоже 4.50 только везде как и на рынке но бананы всегда дорогие какие-то зеленые коричневые манго вареное это разве да вот кстати желтой же здесь местной нет такой а тут только белая это видимо какая-то привозная желтенькая вареное или как он там ягода вода 100 грамм 2 лари 232 16 лари сколько здесь грамм не вижу 400 не вижу сколько грамм кусок вот такая а что это а что это такое а что это такое лари 80 это типа типовой набор ну да это без курица килограмма 1450 но здесь она хотя бы в холодильнике дышит понимаешь не открыто как в магазине эти какие-то три бедра и все вон привезли видишь выкладываем бедра появились хотя бы это 12 лари 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 9 9 9 9 10 9 9 10 10 10 10 11 12 12 12 13 15 15 или смотри 5.40 там так кажется ну вот это более нежное будет это вообще эксклюзив шанс надо брать почему в аграхабе тут можно на развес покупать творог и сметану всякое такое фельдиперсовое молоко овсяное что это или это не молоко а вот это молоко, да для веганов, то есть кому надо вот смотрите, кусок сыра получается 800 грамм 15 лари стоит килограмм 28 вот в этом отделе вы можете на разведку пить чай, творог, сметану здесь молоко какое-то классное тоже, я не пойму, что за цена на молоко, 100 грамм лари 65, я не пойму 3,2 процента 3,2 процента, 3,80 по калам 200 грамм 400 грамм, да, кусок 200 грамм здесь вот такое есть, за 8 вот сливочное масло 82 процента кто скучает за посолю, вот она есть здесь 4,30 лари кстати, нравится графа, потому что здесь можно видеть, сколько что стоит все, закупились, потратили вот 34 лари здесь даже есть ячейки хранения, да ну неудобно, да ну, кстати, здесь вот можно и пришвартоваться получается просто когда ты покупаешь, столика не принес здесь же в Аграхаде есть такая столовочка интересная можно поесть, попить сладенького калпочек недорогой, лари в принципе, нормальная здесь, да ну, спокойно здесь, да аграхаде есть аграхаде есть аграхаде есть аграхаде есть аграхаде есть